всем привет наконец-то дождались мы окончания запрета у нас был запрет для ловли с лодок с 20 апреля по 20 мая и вот неделю назад он закончился но погода не позволяла выехать раньше и вот сегодня впервые погода наладилась резкое потепление и я сорвался и поехал в деревню приехал поздно есть всего лишь пару часов но целью на первом месте стоит не рыбалка а обкатка новой лодки вернее фиш каяка которую я получил давно но так как был запрет с лодок я ее не даже не распечатал и вот сегодня и распечатал сейчас пройдусь попробую как она ходить на таком средстве непривычно конечно таким веслом грести надо привычку иметь что сказать лодка очень удобная она всего на 4 килограмма больше чем моя но по ходкости она конечно конечно она по ходкости имеет огромное преимущество то есть ее чуть оттолкнулся веслами она пошла воды многовато конечно ветер раздулся вообще матерюсь сижу лодку он уж куда унесло против течения несет я тут не был по такой воде еще воды очень много я даже не ожидал что столько будет воды три дня лили дожди поэтому непрерывно ливни вода мутная ее очень много по рыбалке конечно болт это бесполезно тут искать с воблерами когда столько воды это не найдешь с роду рыбу очень удобно сидеть на таком стульчике спина отдыхает сидишь балдеешь можно вообще его накренить вниз с такой рыбалкой можно и поспать лечь нормальная пирога очень хорошо идет ходкая удобное крепление для весла здесь вот это веревочка 1 весло она как резинка здесь получается этой резинкой и вот так фиксируешь очень удобно то есть весло не мешается впервые пробовал таким веслом грести для первого раза пойдет а там я думаю со временем все равно привыкну так лодочка продумано неплохо вот сюда вот можно положить вещи и они будут сухие то есть вода сюда видите здесь сделана такая штука что вода будет стекать мимо с этой стороны тоже такая же штука сюда можно положить кучу вещей палатка войдет спальник рюкзак посуда какая-то там котелки и все такое то есть можно ходить на несколько дней на такой лодке по малым рекам по озерам по каким-то то есть лодочка неплохая здесь вот два стакана с этой стороны они вот так расположены я так понял сюда можно удилище вставлять что рыбачить с лодки и здесь спереди тоже два стакана вот они сюда вот спиннинг можно воткнуть здесь 2 ноги нужно вытягивать туда вперед и очень удобно сейчас пока конечно приходится в вещах а летом то можно и вообще в фортах гонять по веслу здесь можно по-разному его закрепить лопасти чтобы они были соосно или наоборот как я сделал здесь резинка стоит чтобы вода с них не попадала в лодку ну чтоб меньше воды попадала такие широкие то есть они нормально воды захватывают по весу она нормальная как бы не сильно тяжелая не знают тонущая или не тонущая нет весла не тонут то есть вот как поплавок я ее опустил нормально все герметично все вот так его раз и закрепил когда где-то на якорь встал закрепился и стоишь также ребята мне вот здесь нанесли логотип агат продакшн натуры энд фишинг ты алтай то есть природа и рыбалка на алтае здесь вот блесна это мой товарищ разрабатывал этот логотип он уже у меня давно и можно с двух камер очень успешно снимать здесь как раз тренога хорошо закрепилась хотя вот говорят каяки там неустойчивым я думаю вполне он устойчив то есть можно на нем будет и по каким-то волнам ходить все приставы когда говорят о каяке все да как же ты на каяке будешь ходить они все думают что у него дно вот такое нет здесь дно абсолютно плоская никакое она здесь не клиновидная то есть нормальная устойчивая лодка и тут никакого спорта для рыбалки неплохо длина лодки что-то три с половиной метра то есть длинноватая конечно лодка я думал вообще здесь на ней не развернуться но нет в целом неплохо нормально здесь можно перемещаться ну я решил сейчас вот еще прогуляюсь наверное уже спиннинговать даже спиннинг не буду доставать пускай он стоит раз пройдусь пройдусь еще посмотрю места просто как бы что изменилось все равно как бы скучал по этой речке жерлицы бы расставить тогда может быть что-то и половилась но чтобы жерлицы расставить нужно время времени у меня как раз таки и нету дед предлагал говорит давай горит живцов наловим даже жерлиц на ставим во первых жерлиц надо еще сделать их а во вторых я приехал всего на один день завтра еще может быть схожу в лес и все и домой вообще в этом году крайне мало времени на рыбалку вообще не хватает во первых погоды нету во вторых очень много дел очень много дел тут от щуки ловил в прошлом году здесь тоже выход на миляк о бобры то здесь постарались поработали вон они выходы кстати вылазки то есть бобер где-то здесь он он бобер вон он я его вижу то ли хата у него то ли чё здесь он только мелькнул туда надо якорь себе еще будет купить чтобы на озерах можно было где-то вставать потому что без якоря там делать нечего красота то какая лепота птицы гоняет дойду до плотины здесь посмотрю что здесь на плотине развернусь и поеду домой посох бобринный лежит вот таким-то посохом можно накернить кому-нибудь вот сейчас я хочу проверить как я буду здесь проходить узкие участки и смогу ли их вообще пройти здесь весло придется сложить и дальше пробовать коротышом потому что длинным тут уже веслом не выгребишь блин течение я тут вообще течение никогда не видел вон она кстати бобриная хата он большая больше чем я вот в прошлое видео показывал так так вот можно будет складывать одну веслу напополам одной половиной рулить а вторую так пристегивать чтоб она не мешалась вот стать его тут вылазка бобров вот и видно хорошо накидали тут еще всяких веток вот тут они вылазят прям вот он вот видно прям недавно здесь был свежие следы его водоворот и здесь прям елки-палки я тут вообще такого не видел я здесь такого не видел это что-то с чем-то смотрите здесь какое течение здесь раньше было дамба потом ее прорвало весной вот здесь течение вообще обалденно преодолели преграду эту здесь вот летом вообще вода когда падает здесь очень мало воды я тут же лица бывает ставлю часто здесь щука подходит сюда к дамбе ждет чебака который может ну он же ходит тот туда-то вниз то вверх ходит и она его здесь подстерегает потому что здесь сужение вот здесь вот вообще полноценная плотина вот заходы есть вот небольшие заходы есть тут тоже она часто бывает тут уже вот смотрите конкретная плотина но ее просто это закидала ссором бобры то тут уже наверно давно ничего не делают е-мое нифига тут течение и глубина я вам скажу вам ребята здесь я не достал вот здесь тоже она летом тут она вообще будет придется вот так выходить лодку вытаскивать вот это крайняя . дальше я не собирался идти уже время поздно все разворачиваюсь и пошел уже конкретно домой очень много воды очень много воды как вот прям весной ранней весной обычно вот когда снега растает здесь такое течение бывает я сюда даже и не заплываю но в это время я такого еще не видел вот эти ветки они раньше были нормальные сейчас они высохли и я прям сюда привязывал жерлицу обычно вот вот на этом кусту я привязывал и часто она у меня здесь ловилась щука я здесь даже трешку ловил на жерлицу представляете трешку я ее еле в подсак успел уложить когда же лица проверяешь без подсака лучше не проверять здорово тут по течению это управлять ей солнце уже садится здесь вот стояли колья вбитые какие-то то ли тут ставили мордушку то ли чё и когда здесь вода упала из ты стала совсем мелко эти колья торчали и на лодке пройти было очень сложно приходилось прижимать к самому берегу и эти коли и потом я тут убирал их оттуда чтобы не пробить себе лодку ненароком здесь вот сколько жерлицы ставил здесь почему-то щука не ловилась хотя мы здесь наживца пробовали ловил вот она кстати плотину это вот отсюда еще хорошо видно эту хату то боброва вот она тут давно бобры живут уже тут этой хате уже я не знаю сколько сколько помню она тут все здесь можно весла снова соединить и уже идти на большом весле весло очень хорошо соединяется мне нравится у меня весла блин там кнопки западают у них постоянно здесь все четко лодка как по маслу прям идет как по маслу нож блин ну красота конечно не сравнить с моей маной на моей мане вообще на сложновато ходить но зато она маленькая и можно пролезть и хоть где маневренная для этой речки сам от я ее и брал для этой речки я и налог на ней выходил на мане на своей волну страшно когда проходит лодка какая-нибудь а так нормально вот смотрите я уже прям гребец это я еще не умею а если научусь так не вообще меня не так не догнать будет клеща снял с себя зараза залез мне на шею чувствую что-то не то что-то там какой-то дискомфорт рукой пошарил клещ маленький черненький заразеныш сейчас маленько тепло постоит и комар подымется он сейчас уже идешь по лесу вот он кстати летает уже комара много хотя и холодно было его тоже ничем не запугаешь он такой зверь неубиваемый в общем завтра я пойду еще в лес попробую там на более мелких омутах попробую там я думаю что там я кино сниму